Здравствуйте! Вы смотрите заключительный выпуск программы «Мастер спорта» в 2020 году. С вами Андрей Грагуленко. Коротко о некоторых темах. В Самаре развивается новый вид спорта. В городе заработала федерация хоккея с мячом. Подарки к Новому году. Самарские гимнасты соревновались за призы от Деда Мороза. Грация и изящество. В Самарской области прошли соревнования по синхронному фигурному катанию. В Самаре заработала первая федерация хоккея с мячом. Пока в городе один клуб – «Медведи». Но активисты не намерены останавливаться на достигнутом. Привлекают квалифицированных тренеров, приглашают подростков на тренировки. Этой зимой должно пройти первое первенство Самары по русскому хоккею. Как проходит подготовка к турниру, увидел наш корреспондент. «Бежим за мячом и возвращаемся. Понятно?» «Медведи» на льду. И это не шутка. Ведь так называется хоккейный клуб. Работает при лицее «Созвездия». Пока здесь одна звезда. Чемпион России по русскому хоккею или хоккею с мячом. Максим Пахомов тренирует юных спортсменов. Родители надеются, что их дети тоже когда-нибудь станут чемпионами. «Я сам играл в детстве в русский хоккей. То есть с детства и ребенок у меня тоже занимается. То есть понравился ему вид спорта. Интересно для него. Но большое желание есть, поэтому и ходим сюда». Иван и Степан Статюки на тренировку ходят вместе. Хотя Степану 9, а Ивану 6. Младший брат от старшего не отстает. Мать начинающих хоккеистов одобряет выбор сыновей. «Жизнь изменилась с приходом в хоккейный клуб «Медведи». Нас сплотил хоккей. У нас в гимне такие строчки. На самом деле все выходные. Папа заболел русским хоккеем. В детстве с Александром Владимировичем играли на стадионе когда-то детьми. Три тренировки в неделю на свежем воздухе явно дают свои результаты. То есть у детей дети дома не сходят с ума. Выброс энергии колоссальный. Иммунитет укрепился. Появилась цель. Мальчишки сейчас с характерами сложными. Дисциплина. И лагеря здесь, и тренировки. Дисциплина. Это то, что я здесь для своих детей точно открыла. Квалифицированные тренерские кадры у «Медведей» есть. Максим Пахомов, Александр Егоров и Николай Хромов взялись поднимать с колен подрастающее поколение русских хоккеистов в Самаре. Сами пробуйте. Пробуем. Тренируемся. Клюшечку, мячик. И катаемся. Баланс ног. Бело. Чтобы контролировать себя. Катание. Переборы ногами. Понятно? Да. Мастер спорта по хоккею с мячом Максим Пахомов закончил профессиональную карьеру в Нижегородском старте. По семейным обстоятельствам оказался в Самаре. Теперь выводит на тренировочный старт юных хоккеистов. Под его началом занимается более 20 мальчишек. Сам Максим Пахомов встал на коньки в 5 лет. У меня отец играл в хоккей с шайбой. Меня он научил кататься на коньках. Я начинал в шайбу играть. Но так как я родом из города Сыктывкара, там не развито был вид спорта, как хоккей с шайбой. А хоккей с мячом был на высшем уровне. Я перешел в хоккей с мячом и потихоньку я достиг того, что я попал в команду Суперлеги. И пошло-поехал. Тренер, чемпион страны по русскому хоккею, рассказывает, какой сложный путь нужно пройти, чтобы завоевать золотые медали национального первенства. Этого успеха он достиг спустя 15 лет профессиональной карьеры. Тот сезон за казанскую команду он запомнил на всю жизнь. Все эмоции остались на поле. Спустя день-два только осознаешь, что ты чемпион России, что ты выиграл чемпионат. Долгий чемпионат шел. И на всем этом протяжении всего чемпионата мы не растеряли своих кондиций, сил. И практически выиграли в каждом матче. Председатель городской федерации хоккея с мячом рад, что такой самородок оказался в тренерской коллекции самарских медведей. Списались в контакте, приехал, да, я знал такого игрока, тоже встретились. Доволен, конечно, потому что игрок, который недавно закончил, может показать где-то то, что один тренер не видит. Всегда подскажет, дети тоже любят. Вдвоем, как говорится, веселее. Еще у нас тренер по вратарям есть, потому что вратарей это отдельные касты. Еще один тренер медведя Николай Хромов. Коренной самарец играл в воротах за профессионалов ЦСКА ВВС. Сегодня передает свой опыт и мастерство молодым коллегам. Редкую профессию галкипера осваивают пять человек. Ну ничего, как бы продвигаемся потихонечку. Есть старания, самое главное старания, желания, у ребят это все есть. Тренер, высококвалифицированный с таким специализированным образованием и с такой любовью к детям, как наши тренеры, но я не встречала. Мы видели другие тренировки, количество детей в группе. У нас подход, можно сказать, индивидуальный. Это крайне важно. Они именно вкладывают душу. Не вот это, знаете, чемпионы из толпы выделить, а все остальные, как серая масса. А именно, ну, просто вложить душу, чтобы этот хоккей, этот спорт у нас в городе поднимался, опять возрождался, как раньше в истории нашего города. Чтобы больше людей узнали, что такое хоккей с мячом. Что есть не только хоккей канадский с шайбой, а еще есть хоккей с мячом. Первая городская федерация хоккей с мячом молодая. Как по времени создания, ей нет и года, так и по возрасту учредителей. Все люди молодые. Но планы грандиозные. Уже этой зимой пройдет первое первенство Самары среди подростков 10-14 лет. В чемпионате сразятся мужские команды. Будем возрождать это дело. Раньше 12 команд играло на город в Самаре. 12 мужских команд. Женские команды играли также в Самаре были. Ну и детские, естественно. При каждом стадионе была команда своя. То есть маяк, маяк команда, восход, восход. При заводах было очень много команд. БТЦ, экран, салют. Пока нет технических возможностей. Те стадионы, которые с освещением и немного оснащены раздевалками, там они расчищаются под зимний футбол. Локомотив, на котором мы раньше играли. Динамо заливается, но он, скорее сказать, как коммерческий проект. Он под массовое катание отдается. Но мы... Немного нам времени выделяет в плане мужчины. Там собираются. Ну, как сказать, на птичьих правах тренируемся. Вот. Для детей вот они в коробке тренируются. Здесь они, естественно, не вырастут профессионалами. Потому что для того, чтобы дальше совершенствоваться, надо большое поле. А пока медведи осваивают ринг-бенди. Мини-хоккей с мячом практикуют профессионалы в межсезонье. А там, где нет полномасштабных хоккейных арен, канадские коробки становятся местом проведения соревнований. Однако классика есть классика. Например, в Ульяновске играет команда «Волга» на домашнем крытом стадионе. Предел мечтаний самарцев – хотя бы обзавестись зимним сезонным катком. Единственное, что не хватает поля большого, так как русский хоккей играется на залитом футбольном поле, а с этим у нас в городе проблемы. Поэтому разогнаться мальчишкам негде, скорость наращивать негде. Вот единственное, хотелось бы, конечно, свое поле в Самаре. Тогда еще все эффективнее будет, и победы будут, и кубки, и медали еще увеличатся. Кроме самарских медведей, в русский хоккей играют в Новокуйбышевске, Чапаевске, Сызрани и Тольятти. Городская федерация рук не опускает и мечтает, что когда-нибудь хоккей с мячом будет так же популярен в регионе, как и хоккей с шайбой. Третий этап Кубка России по синхронному фигурному катанию завершился в Тольяттинском дворце спорта «Волгарь». Самарские синхронистки выступили достойно, уступив только победительницам и участницам чемпионата мира. Вся красота и грация ледовых девичьих команд в следующем сюжете. Капитан Тольяттинской команды «Жемчужина» по синхронному фигурному катанию Алсуха Лилулова пришла на первую тренировку в 4 года. С тех пор она режет лед коньками на соревнованиях разного уровня, от первенства Самарской области до чемпионата России. На этот раз ее команда пятая на третьем этапе Кубка страны. А вот ведущий коллектив Самарской области с ярким названием «Команда мечты» на пьедестал почета смогли попасть. Уступили они лишь лидерам российского синхронного фигурного катания, участникам чемпионата мира, спортсменкам юности из Екатеринбурга и москвичкам из Ледяного кристалла. Это было первое выступление после долгого перерыва, и мы рады, что все получилось. То, что запланировали, мы все сделали. В Толецинском дворце «Спорт» и «Волгария» одновременно прошли три турнира. Кубок России, Поволжье, а также первенство Самарской области. За медали катались 30 команд. В каждой по 20 спортсменок от разрядниц до мастеров спорта. Мы очень рады, что получилось в период такой сложной пандемии. Все-таки все команды смогли мобилизоваться, показав, причем, самые хорошие результаты. Катаются все очень вдохновенно. Жалко, единственное, что, конечно, мы ограничены зрительскими трибунами. Но я думаю, что у нас здесь идет колоссальная трансляция онлайн. Самарская область на соревнованиях по синхронному фигурному катанию выставила шесть команд. Три из них – тольятинские. Это стало возможно благодаря спортивным традициям и крытым каткам, которые регулярно возводятся в губернии. Так, две недели назад заработал ФОК в Южном городе. Готовится к открытию ледовой арены в Похвестнево по нацпроекту «Демография». По мнению экспертов, это позволит привлечь в фигурное катание еще больше детей. К наступающему Новому году призы от Деда Мороза получили спортивные гимнасты. Прыгали через козла, крутились на турниках и других спортивных снарядах более сотни подростков. С будущими олимпийскими чемпионами познакомился наш корреспондент. Павел Дементьев с пяти лет на турнике и кольцах. Это увлечение будущего спортсмена заметили родители и привели в секцию спортивной гимнастики. Тренеры тоже разглядели в мальчике талант и прочит ему большое будущее. Сейчас у девятилетнего атлета уже второй юношеский разряд. Павел к своим достижениям относится скромно. Для него главное – почаще выступать на соревнованиях. А когда их нет, устраивает показательные выступления во дворе. У меня сзади дома есть площадка, где есть турник. Я другу показал обороты, но хотел тоже попробовать. Родители юных спортсменов в восторге от увлечения детей. По их мнению, соревнования, конечно, необходимы. Это что-то вроде экзамена в школе, но сами тренировки намного важнее. Соревнования – это показатель результата, чего он достиг в течение этих занятий. Но понятное дело, что важнее тренировки. Тренировки, потому что для его физического развития, для его спортсмен, то, что он здоровый, растет. Не сидит целыми днями, как у нас сейчас дети, в компьютерах, в телефонах, в интернете. Самарская спортивная гимнастика сейчас на подъеме. В секции и спортшколы приходят заниматься сотни детей. Вот и на городской турнир призы Деда Мороза приехали состязаться несколько команд. Девчонки выполняли опорный прыжок, брусья, бревно и вольные упражнения. Мальчикам нужно было пройти кольца, коня, опорный прыжок, перекладину, брусья и вольные упражнения. Дети все разные. Кто-то очень хорошо выступает, а кто-то не очень. Но все-таки, несмотря на это, все у нас дети выступают чистенько, с натянутыми ножками, ручками. То есть показывают, что они гимнасты, а не дети со стороны, с улицы. Это очень заметно. Юным спортсменам от 6 до 12 лет. Но у некоторых уже есть взрослые разряды. Тренеры достижениями своих подопечных довольны. Хотя этот год был сложным из-за пандемии. Тренироваться приходилось с перерывами. Поэтому получение очередного спортивного разряда в последнем турнире года – хорошее достижение. Гимнастика – это, как говорят, мать всех видов спорта. Кто-то дойдет до мастеров, кто-то не дойдет. Я думаю, что каждый сможет по максимальным своим способностям и выступить, и дальше подготовиться. Спортсмены и тренеры подвели итоги уходящего спортивного года. А руководство Федерации спортивной гимнастики уже подготовило для подростков новые старты в новом году. Из традиционных – это первенство Самары и области. А также выезд на турниры в другие регионы. Дзюдоисты Самарской области разыграли путевки на первенство Приволжского федерального округа. В спорткомплексе «Грация» три дня проходил этап соревнований среди юниоров до 23 лет. На состязаниях юных дзюдоистов побывала наша съемочная группа. Гладиатор Роман Верещагин на татаме первенства Самарской области вышел бороться с одной целью – победить и поехать на межрегиональные соревнования. Дзюдоист входит в состав сборной региона. Теперь его задача – прописаться в сборной страны. И эта цель достижима, уверен Роман. Ведь в его копилке уже есть пятое место на Кубке Европы. Соревнования, конечно, важны, потому что это у нас является отбором. Дальше на первенство Приволжского федерального округа здесь встретились самые сильные спортсмены Самарской области. Так что соревнования тяжелые. Подходил серьезно, готовился тоже серьезно. И пока результат в финале будем бороться с золотой медалью. На первенстве Самарской области выступали юноши и девушки от 21 года до 23 лет в 14 весовых категориях – кандидаты и мастера спорта. За призы боролись спортивные клубы и спортшколы Самара Чапаевской Сызрани. Схватки проходили почти в полной тишине. Из-за пандемии зрителей в спорткомплексе не было. И это, по мнению экспертов, даже помогает дзюдоистам. Спортсменам удобнее бороться, когда меньше зрителей, потому что они меньше отвлекаются. Слышно твоего тренера, который все время тебе подсказывает, когда какие-то задачи ты их выполняешь, чтобы на других соревнованиях применить их на более высоком уровне. Сборная Самарской области под дзюдо почти сформирована. В каждой весовой категории есть свои лидеры. Мы одна из лидирующих сборной в ПФО. Поэтому, по моим прогнозам, по работе тренеров, в каждой весовой категории у нас будет медаль. Всероссийские соревнования пройдут в Уфе и Саратове в феврале. На этом наш выпуск завершен. Больших побед вам! Удачи! Увидимся в 2021 году! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова